ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Техосмотр подорожает с 1 сентября 2022 года. Проходить ТО, напомню, большинство российских автомобилистов сейчас обязаны только после покупки поддержанного автомобиля, с момента выпуска которого прошло более 4 лет. Точный размер подорожания неизвестен. Федеральная антимонопольная служба предложила целую методику расчета стоимости ТО, которая будет зависеть от условий каждого региона. Причем тариф планируют пересматривать ежегодно. По оптимистичным прогнозам, сумма вырастет на несколько десятков рублей. ТРАССА СТО ОДИН Как и прогнозировалось в конце прошлой недели, зарубежные автопроизводители начали объявлять о приостановке отгрузки машин российским дилерам. Об этом, по данным газеты РУ, уже сообщили Ауди и Дженерал Моторс. Ожидается, что вскоре к ним присоединятся Volkswagen, Skoda и Porsche. Как отмечают специалисты, автомобили, отправленные в нашу страну и прошедшие таможенные процедуры, к продавцам попадут. А вот о поставках новых партий речи быть не может. Как долго продлится такая ситуация, неизвестно. ТРАССА СТО ОДИН Автоваз с 1 марта снова поднимет цены. К первому в этом году увеличению Тольяттинский завод прибегал в январе. В прошлом году ценники на Лады менялись в большую сторону 7 раз, в позапрошлом 6. Основными причинами подорожания снова называются дешевеющий рубль, дефицит комплектующих и рост цен на металл. По данным, которые озвучивает не Автоваз, Лада Гранта в базовой версии подорожает на 14 тысяч рублей. Сейчас модель стоит минимум 600 тысяч. На Весту и Ларгус накинут по 20 и 30 тысяч. В настоящее время за них просят от 863 и от 830 тысяч рублей соответственно. ТРАССА СТО ОДИН В соцсетях предупреждают о новом разводе автомобилистов на деньги. Водитель движущегося сзади автомобиля вдруг начинает мигать дальним светом, требуя остановиться и поговорить. Суть разговора в том, что якобы вылетевший из-под колеса камень повредил лобовое стекло машины. Виновнику в кавычках предлагается уладить вопрос на месте, иначе его накажут за оставление места ДТП. Юристы информируют, камень из-под колеса однозначно считать аварией нельзя. Здесь много нюансов. Было даже решение Верховного суда о том, что такая ситуация ДТП не является. ТРАССА СТО ОДИН Западноевропейские страны, похоже, не уложатся во временной лимит отказа от производства автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Ранее власти Евросоюза называли в качестве даты X 2035 год. Первой свое несогласие выразила Германия. Власти республики заявили, что ДВС нельзя относить к бесперспективным агрегатам. Они могут работать и на синтетическом топливе. Кроме того, по словам немцев, было бы глупо полностью полагаться только на электроэнергию и водород. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА СТО ОДИН. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН ТРАССА СТО ОДИН